Это программа «День с толком» в студии Андрей Дреер. Приветствую всех, кто нас смотрит на телеканале и в Ютьюбе. Вот о чем расскажем сегодня. Спорткомплекс во дворе. Почему он может открыть дорогу в спорт одним, но закрыть другим вид из окна? Одних не оставили. Какую поддержку получат потонувшие федерации стрельбы из лука и тэквондо в Барнауле? Плюшки в день Танюшки. Политех провел кулинарный онлайн-конкурс среди своих студентов. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки в Тальменском районе. Ее мать обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, вечером 18 января девочка пролила на себя таз с горячей водой. Позже медики заключили, что ожог тела составил почти 50%. Но мама ребенка почему-то решила вызвать скорую только утром. Приехавшие врачи не смогли спасти ребенка по приезду, они лишь констатировали смерть. Сообщается, что женщина, мать-одиночка, она воспитывает четырех детей. Семья не состоит на учете как неблагополучная. Алтайский край вошел в список регионов с самой большой смертностью пациентов с коронавирусом. Во всяком случае, таковы данные исследования аналитической службы и финэкспертиза. В ноябре в разгар второй волны летальных случаев, связанных с коронавирусом, стало больше в Ямало-Ненецком округе Санкт-Петербурге, Москве в среднем на 34%. Немногим меньше смертность выросла в остальных регионах, например, на Алтае на 28%. Практически на одной строчке антирейтинга с нами Якутия, Ханты-Мантийский округ и Московская область. К слову, в среднем смертность среди коронавирусных пациентов составила 16%. Кроме того, Алтайский край стал территорией, где коронавирус называют основной причиной смерти. Впрочем, о всплеске таких исходов болезни говорили и в Краевом Минздраве. Однако там это скорее объясняют сопутствующими заболеваниями, в частности, легочными и сердечно-сосудистыми. Итак, по итогу прошедших суток на Алтае вновь регистрируется 14 смертей. Добавим, показатель смертности держится на этом уровне уже месяц, что не может не вызывать подозрений. Впрочем, как и регистрация вновь заболевших таковых на сегодня – 193 человека. На лечении сейчас находится 1927 человек, тяжело больных – 387. 113 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Всего лишь 300 граммов, которые отделяют от счастливой жизни. Маленькая Маша из Барнаула рискует упустить жизненно важное лечение, если ее родители не успеют собрать более 170 миллионов рублей. Сейчас трехлетний ребенок весит чуть более 13 килограммов. Еще 300 граммов – и ей уже нельзя будет везти спасительное лекарство. Тему продолжит моя коллега Ирина Корчагина. Маша Яценко постепенно теряет навыки. Болезнь атрофирует мышцы. У ребенка спинальная мышечная атрофия. Часто таких детей ждет питание через трубку, вентиляция легких и смерть. Об истории девочки мы рассказывали еще весной, когда ее родители открыли сбор средств на борьбу со смертельным диагнозом. За это время удалось собрать чуть более 4 миллионов рублей. Необходимо еще более 170 миллионов, чтобы получить спасительный укол швейцарского препарата Золгенсма. Это самое дорогое лекарство в мире, и оно способно остановить болезнь. На днях Маше исполнилось три года. Сейчас она весит 13 килограммов и 200 граммов. Еще 300 граммов – и девочке уже нельзя будет везти препарат Золгенсма. Набрать более 170 миллионов рублей родители не успевают. Но недавно мы убедились, что с такими детьми случается чудо. Маленький Сережа из Барнаула выиграл в лотерею препарата Золгенсма, который ежегодно разыгрывает производитель. Всего лишь 100 доз на всю планету, и одна из них досталась Сереже. Ночью уже в 12-м часу позвонила врач, которая подавала нашу заявку и сообщила нам эту радостную весть. Обрадовались, плакали все, но мы до сих пор еще не отошли, можно сказать, от всего этого, потому что у нас шел сбор очень долго, очень тяжело он шел, и мы были уже все вымотаны. Также мы рассказывали об истории Матвея из Рубцовска. Мальчик тоже болен спинальной мышечной атрофии. Ему драгостоящее лечение в Америке оплатил анонимный меценат. В Минздраве Края нам сообщили, что в регионе 24 ребенка страдают подобным диагнозом. 10 из них получают другой препарат, который называется спинраза. В настоящее время проходит лечение 10 детей препаратом спинраза, закупленных за счет средств краевого бюджета. Остальные дети нуждаются в дополнительном обследовании, после которого будет установлена тактика их лечения. И если Золгенсма ставится один раз на всю жизнь, то спинразу придется вводить пожизненно каждый год. Один курс лечения стоит около 10 миллионов рублей. Сейчас кому-то удается добиться уколов за счет краевого Минздрава. Но родители сравнивают эту помощь с русской рулеткой, где гарантию, что следующий укол закупят. А лечение прерывать нельзя. Мама Маши верит, что они еще успеют собрать более 170 миллионов рублей, пока девочке еще можно ввести укол один раз на всю жизнь. Помочь этой крохе выжить может каждый из нас. Ирина Корчагина, День с толком. Глава Октябрьского района Барнаула может в ближайшее время подать в отставку после двух месяцев работы. Об этом сообщает информационное агентство Банфакс со ссылкой на источники. Возможно, он планирует покинуть свой пост по собственному желанию. Те же информаторы отмечают, решение может быть связано с вниманием правоохранительных органов к его персоне. До назначения в Барнауле Овсяников был главой Троицкого района. Прокуратура подтвердила факт списания им 72 тысяч бюджетных средств, предназначенных для покупки бензина. Отметим, Овсяников сменил на посту Вячеслава Новикова, который тоже неоднократно привлекал внимание правоохранителей. У моста на новом рынке строят спорткомплекс за 300 миллионов рублей. Ради него снесут заброшенную двухэтажку, которая давно стала убежищем для асоциальных элементов. Жителям дома по соседству нужно бы радоваться. Теперь им откроется благополучный вид из окон. Но они боятся, что вида не будет вовсе. По их мнению, будущий комплекс до пятого этажа закроет всю панораму для нескольких квартир. Подробнее в сюжете. Оно много раз горело, стало прибежищем бездомных и было опасным для детей. Но сносу заброшенного здания жители соседней многоэтажки не рады. Скоро здесь появится спорткомплекс, который заказал алтайский филиал Финниверситета при правительстве России. Глядя на проект, жители недоумевают. Здание будет стоять настолько близко к их дому, что закроет вид для всех квартир по этой стороне вплоть до пятого этажа. Самое основное, что наш дом построен таким образом, что он не имеет длинных сторон и торцевых. Соответственно, расстояние между домами должно быть не менее 20 метров. Ну, а то и более. Еще в нашем доме каждая сторона – это отдельная квартира. То есть по проекту будущее строение, оно будет 17 метров в высоту. Соответственно, это где-то 5 этажей займет. По документам, которыми располагают жители, расстояние между домом и будущим спорткомплексом университета будет составлять всего лишь 12,5 метров. У меня много вопросов о посадке здания, вообще посадка. Все, вся площадь строительства – 5000 метров квадратных. Пятно застройки – 2000 метров квадратных. У них 3000 метров квадратных свободной площади. А почему они прижимаются к дому на 12 метров – непонятно. Можно было отнести на 20 и на 25 метров. Представители генподрядчика рассказали нам, что планируют построить полноценный спортивный объект для студентов. Обилие спортзалов, бассейн, буфет. Но проблем с домом не видят, как и сам заказчик финн-университет. Все здесь нормы соблюдены, строительные. Этот объект прошел государственную экспертизу. И я так понимаю, что жильцы, мне кажется, жильцам лучше здесь видеть именно культурный спортивный центр с озеленением, чем вот этот, то, что здесь находилось дальше. В этом с подрядчиком и заказчиком солидарны в городском комитете по строительству, архитектуре и развитию города. Правда, в ответе жителям про расстояние между зданиями не сказано ни слова, претензий к проекту тоже нет. Вопрос размещения строительства объекта с учетом его размещения был решен на стадии проектирования, о чем свидетельствует наличие положительного заключения государственной экспертизы. Если ни одна инстанция не встанет на их сторону, жители обещают пойти в суд. Тем более опыт борьбы против соседей-застройщиков у них уже есть. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. В России меньше 50% детей до трех месяцев получают грудное молоко. Такую статистику приводит Всемирная организация здравоохранения и бьет тревогу. Получается, большинство детей в стране недополучают полезные элементы, которые содержатся в молоке матери. Чем это чревато и почему у детей тоже есть свое здоровое питание, расскажет Валентина Аскерова. Рвота, диарея, потеря веса и все из-за неправильного питания. Елизавета – мама троих детей. В годик у ее старшей дочки возникли проблемы с питанием. Организм малышки просто отторгал еду. Решать проблему Елизавета пыталась при помощи интернета. Не помогала. Многодетной маме порекомендовали Барнаульский центр здоровья. Там ребенка обследовали и скорректировали рацион. Я помню что-то с яйцом, что Ирина Игоревна сказала, не вводить, пока не поставить прививку, потому что там будут аллергия. Я прям все вот так делала, как она говорила. И слава богу, у меня с третьим ребенком вообще все идеально по здоровью. И я не знаю никаких врачей, никаких скорых, никаких вот этих вот поносов, рот. Питание ребенка в первые тысячу дней жизни, в первые три года, предопределяет полноценное развитие и здоровье ребенка в будущем, поясняют алтайские врачи. Это самый важный период для формирования организма на всю жизнь. Медики добавляют, что рацион питания выбирают сами мамы. Но в медицинской сфере настаивают, что с первых дней ребенок должен получать грудное молоко. Сегодня мы знаем большое количество факторов в составе грудного молока, которые являются профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний. Большое количество холестерина в грудном молоке, наоборот, профилактируют развитие атеросклероза. А еще профилактика онкологических и кишечных заболеваний грудное молоко – это настоящая вакцина для иммунитета, говорят специалисты Детского центра здоровья. Но помимо грудного вскармливания важен и правильный прикорм, который, как правило, вводится на пятый месяц жизни ребенка. И тут важно не закармливать малыша сосисками и шоколадками. А ведь такие случаи есть, а формировать правильный безопасный рацион. В чем и могут помочь специалисты Центра здоровья. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Форум АТР в 2021 году пройдет в совмещенном формате онлайн и офлайн. Об этом сегодня заявила начальник управления по молодежной политике Алтайского края Екатерина Читошникова. Она подчеркнула, АТР – это важная брендовая история для региона. Поэтому пропустить мероприятие невозможно, но все-таки в ведомстве надеются на возвращение в полный офлайн. И тем не менее, если эпид-обстановка этого не позволит, готовятся и к онлайн-формату. А для этого нужно будет усилить техническую составляющую. Правда, Екатерина Читошникова признает. В проведении форума на расстоянии есть свои плюсы. Например, это расширяет географию. В 2020-м в нем приняли участие 80 регионов и 8 стран мира. В сумме – более полутора тысяч человек. А еще десятки топовых спикеров. Например, Максим Батырев, Дмитрий Губерниев, Ценгаджи Тарбаев, Иван Груздев. Мы смогли благодаря онлайн-формату пригласить таких спикеров, которые, возможно, в очном формате, может быть, и не нашли бы возможности приехать и принять участие. А онлайн-формат позволил нам пригласить топовых экспертов, которые, безусловно, отработали качественно и большое количество полезных знаний, навыков для наших участников предоставили. Плюшки в день Танюшки. Или как студенты политеха адаптируются к жизни в формате онлайн. Университет запустил необычный конкурс к Дню студента. Еще мы его называем Татьянин день. Подробнее расскажет моя коллега Ирина Корчегина. Меня зовут Мигер Елена. Я участвую в конкурсе «Плюшки в день Танюшки». Сегодня я приготовлю здоровую пищу – это рис с овощами. Елена, конечно, не Макаревич, но сегодня ей пришлось готовить на камеру. Студентка политеха участвует в конкурсе «Плюшки в день Танюшки». Обычно в день студента 25 января в университете девушки Татьяны состязались в кулинарном мастерстве. В этом году шоу, как и многое другое, перенесли в онлайн-формат. Теперь готовить могут все, не только Татьяны. У Елены, например, коронное блюдо – борщ, но сегодня она претендует на номинацию «Здоровое питание». Я готовлю друзьям в основном, пеку торты на день рождения своих друзей. Ну, в общем, я очень люблю готовить и пытаюсь развиваться в этом деле. Всем привет! Меня зовут Феденева Софья, и сегодня я буду готовить для вас лапшу «Вок». Сейчас многие студенты разъехались по домам. Учеба проходит в гибридном формате – то дистант, то живые пары. Некоторые уже подключились к необычному конкурсу и присылают свои видео. Это может быть национальное блюдо, высокая кухня, семейные рецепты и не только. Единственный минус – попробовать кулинарные шедевры смогут только члены семьи или друзья. Мы оцениваем больше их креатив, творческий подход, монтаж видео и саму задумку. Ведь они могут снять процесс приготовления блюда, а помимо этого рассказать о своих кулинарных лайфхаках или топ бытовых приборов на кухне. Ну, как тебе мое блюдо? Очень понравилось. Очень понравилось. Танюшки могут записать на камеру свои плюшки до конца недели. Подчеркнем, в конкурсе могут принимать участие все сотрудники и студенты политеха с любыми именами. Оценивать блюда онлайн будут организаторы и зрители в соцсетях. Итоги подведут после Дня студента. Ирина Корчагина, Николай Шелко. День с толком. Лучники и тэквондисты встретились с краевым министром спорта, чтобы понять, как существовать дальше. В новогодние каникулы спортзалы обеих федераций затопило горячей водой из-за порыва на водопроводе. Затопленное оборудование и испорченные помещения в общем счете принесли убытки на несколько миллионов. Спортивный лук, который принимал участие в чемпионате России, в кубке России, в международных соревнованиях, одним мановением легкой руки барнаульской генерации, превращается в ничто. Стрелки готовились к чемпионату и Кубку России. Участие отменили. Основной спортзал Краевой Федерации Тэквондо находился по соседству с клубом лучников и тоже был затоплен. Представители обеих пострадавших федераций заявили, что коммунальные службы сработали ужасно. Воду не откачивали несколько дней, хотя она продолжала пребывать. Не отключали электричество. На встрече с министром спорта Алексеем Перфильевым они договорились, что тэквондисты получат полтора миллиона рублей поддержки, лучники – один миллион. Мы спортивными мероприятиями сможем ребятам помочь по выездам. Соответственно, они тот вне бюджет, который тратили на спортивные мероприятия, смогут уже потратить на восстановление инвентаря. Делать, не делать ремонт, но пока, конечно, пробуем найти другие варианты, потому что, ну, это же может и повторяться, эта ситуация. Это еще один повод нам, ну, уже выходить из подвалов. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи.